В Урше на базе АГМЭКа состоялся национальный студенческий форум в объективе молодежи. Организатором выступило Министерство образования Республики Беларусь. Главная цель форума – создание условий для эффективного формирования информационно-коммуникационной культуры молодежи. Я думаю, что будет широкий спектр различных вопросов. Мы взяли за основу такую хорошую, на мой взгляд, форму работы – проведение форумов студенческих. В прошлом году мы проводили такой форум, и там тоже была определенная тематика, волонтерство в частности и так далее. Но мы вместе с тем, встречаясь со студентами в рамках открытого диалога, очень много различных тем затрагили. Сегодня, уже зная предварительно примерно те вопросы, которые будут звучать, он далеко выходит за рамки той тематики, которая сегодня определена. Я бы сказал так, что сегодня невозможно подготовить специалиста, если студент не является активным субъектом образовательного процесса. Как раз это самоуправление, органы студенческого самоуправления, общественное объединение, они являются аккумуляторами мнений различных. Они их анализируют и имеют возможность через такие площадки доносить свои позиции относительно, как будет развиваться система образования, как будет меняться содержание образования, подготовка тех или иных специалистов для нашей экономики. И вот этот системный диалог, он как раз отвечает тем тенденциям, которые сегодня существуют и в мире, и в нашей стране сложились. Вообще надо сказать, что студенческое самоуправление это не какая-то там новация сегодняшнего дня. Мы имеем богатейший опыт студенческого самоуправления еще с времен Советского Союза, когда, кстати, студенты, вот эта норма впервые появилась тогда, когда не менее 25% студентов должны входить в состав ученых советов университетов. У нас эта норма тоже действует, она перешла оттуда плавно и сегодня она реализуется в ВУЗе. А ученый совет что? Он сегодня определяет практически всю жизнедеятельность ВУЗа, он сегодня определяет, какая программа развития этого ВУЗа, куда будет направляться основное финансирование. Ну, понятно, что там не по мелочевке это все будет разбиваться, но глобально, так сказать, как будет развиваться ВУЗ, по каким программам они будут учиться, какие предметы будут формировать подготовку по той или иной специальности. И вот это участие студентов активно во всех процессах, не только в воспитательных, но и в учебных, оно дает вот тот позитивный факт создания благоприятной такой, доброжелательной, на мой взгляд, и позитивной атмосферы, которая складывается между студентами и преподавателями. Это очень важно с точки зрения решения тех задач и тех целей, которые определяет сегодня высшее учебное заведение. Состоялось награждение авторов лучших видеороликов открытого конкурса «Благосфера 1.0». Для повышения грамотности и интернет-компетенции молодых людей, совершенствования системы информирования молодежи, был дан старт официальному молодежному YouTube-каналу. Мы не можем сегодня сказать студентам, вот, не заходите в социальные сети, там, не общайтесь, не разговаривайте. Это сегодня уже определенный образ жизни, и, наверное, надо формировать определенную культуру поведения в этом уже, так сказать, сообществе определенном. Вместе с тем, понятно, что бывают разные, так сказать, и вызовы, и угрозы даже в таком общении. И надо понимать это очень, и осознавать хорошо. Ну, студенты, наверное, люди уже более-более-менее продвинутые, они это, может быть, лучше понимают, чем школьники. Хотя мы в программах, кстати, изучения информатики, есть у нас там и темы по интернет-безопасности, в частности, тоже мы проходим. Но вместе с тем, то, что сегодня они делают, то, что они через систему блогов, через систему, значит, общения в социальных сетях, через донесение какой-то информации, вот, решают какие-то свои злободневные вопросы, какие-то обсуждения делают, это, наверное, тоже имеет место быть, и, наверное, это правильно. Ну, давайте скажем так, вот, как проще через интернет опросить какое-то общественное мнение, или бегать с бумажкой, с анкетой, там, по аудиториям, там, или в какую-то комнату общежития заходить. Наверное, это более такой быстрый, и, может быть, не всегда эффективный, но быстрый способ, вот, обобщения, анализа этой информации. Поэтому, я думаю, то, что вот эта инициатива есть у студентов, ну, наверное, она хорошая, и пусть они ее направляют в нужное позитивное русло, с целью своего развития личностного и с точки зрения своего профессионального роста. Программа форума была очень насыщенной. Прошли мастер-классы по созданию, размещению, продвижению контента в интернете, на платформах Инстаграм и Ютуб, а также открытый диалог с министром образования Республики Беларусь. В наше время очень много неживого общения, я имею в виду интернет. Порой ты, общаясь в интернете, вообще не представляешь, кто на той стороне с тобой общается, и вообще, насколько он искренен в этом общении и так далее. Живое общение дает представление и о человеке, и о том, с кем ты общаешься. Мы воспринимаем не только словесные действия, но и эмоции, мимику, пантомимику и так далее. Я бы вообще сказал, некоторые психологи утверждают, что где-то от 70 до 90% информации передается как раз не словами, а внешним видом, мимикой, жестом, пантомимикой и так далее. Поэтому, наверное, все-таки живое общение не заменит ни одна социальная сеть, и вместе с тем мы все равно должны учитывать это явление, которое сегодня существует в современном мире. И отсюда вот эти проекты, которые они сегодня представляют, ребята, вот эта форма общения, эта форма коммуникации, я бы сказал. Но вместе с тем, я вот, наверное, главную мысль, которую хотелось бы донести, что все равно живое общение никто и ничто не заменит. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания Скиф.